всем привет сегодняшнее видео про бюджетное аварийное освещение или ночники для частных домов или административных зданий такое освещение будет полезно для тех мест где часто выключается свет например села или деревни ну или вы живете на востоке украины как я где проходят боевые действия и чтобы не искать фонари или свечи у вас автоматически включалось освещение и вы могли перемещаться по зданию как я к этому пришел с 2014 по 2017 год в нашем городе часто перебивали линии электропередач и часто мы сидели без света от двух до четырех недель и даже более отсутствие света почти всегда сопровождалось прилетами снарядов в соседние дома или на соседней улице это все происходило в ночное время ну и как-то в одну из таких ночей когда мы отдыхали с семьей и гостями в 100 метрах от нас начали ложиться снаряды и нам в срочном порядке нужно было переместиться в подвальное помещение гости в это время находились на втором этаже было темно света не было фонарики было очень сложно найти и они кувырком спускались с лестницы после этого я задумался сделать как хоть какую-то подсветку и я сейчас вам покажу что я придумал и так что я сделал с помощью самой дешевой витой пары я развел по всему зданию светодиодные модули на 4 диода чуть позже расскажу почему именно такие и я кстати их рекомендую далее я купил 12 вольтовый импульсный блок питания по мощности подходящий для моих диодов на то количество далее у меня стоит аккумулятор и источник бесперебойного питания они здесь нужны для того чтобы запитывать циркуляционные насосы для твердотопливного котла они же запитывают при отсутствии электроэнергии мои же светодиодные модули что еще у меня здесь стоит это фотореле которая датчик на улице которая реагирует день-ночь потом электромагнитный контактор с нормально замкнутыми и с нормально разомкнутыми контактами ну и два автомата принципе автомата нет смысла ставить на такую мощность но мне удобно было что она все крепится на один рейку также еще два жигулевских переменных резистора они нужны для того чтобы регулировать яркость свечения этих модулей ну и как все это работает когда у нас есть 220 в сети то от блока питания подается 12 вольт через электромагнитный контактор и нормально замкнутые контакты на фотореле которая работает от 12 вольт далее через жигулевские резисторы переменные напряжение попадает на светодиодные модули в случае если напряжение пропадает например мы сейчас можем это сымитировать отключаем блок питания то автоматически идет переключение и напряжение поступает 12 вольтовой аккумуляторной батареи через уже другие нормально замкнутые контакты релюшки на фотореле и через резисторы опять на светодиод опять вот включаем происходит переключение и все опять четко работает что еще могу сказать о данных светодиодных модулях что у них есть возможность менять яркость свою с помощью переменного резистора и это очень удобно другие модули такого не могут случае если вам не нужно чтобы подсветка горела всю ночь а срабатывала только при пропадании сети то не нужно подключать контакты которые идут от блока питания на фотореле через электромагнитный контактор тогда при отсутствии света напряжение будет подаваться только через аккумуляторную батарею на фотореле и так далее после установки 13 модулей по всему зданию я решил установить еще два в котельной и на крыльце на улице и купил вот такой модуль на 3 диода а потом вот такой модуль с одним диодом но они мне не подошли потому что они рассчитаны на четкие 12 вольт вот этот модуль на 4 диода он может догореть от 7 вольт в тусклом режиме и мне пришлось купить еще докупить вот таких именно диодов и данные модули горят с 2017 года по 2021 год в тусклом режиме и никаких проблем с ним нету так что рекомендую и сейчас я могу вам наглядно показать как светят данные светодиодные модули сейчас нет света и помещение очень светло также благодаря такой подсветки нам не приходилось больше зажигать свечи или фонерики и это было очень удобно потому что все здание было освещено но есть и небольшой минус это то что тем самым мы лишаемся такой какой-то романтики что ли при свечах конечно было интереснее сидеть вот такую подсветку я применил думаю для многих она будет полезна всем пока с вами был артем кошелев задавайте вопросы буду рад вам ответить спасибо за просмотр! и Субтитры сделал DimaTorzok